Да, здравствуйте все! Приветствую, приветствую всех, кто присоединяется к нам на этот вечерний прямой эфир. Давайте еще немножко подождем. Я вижу, что потихонечку собираются участники этого прямого эфира. И я знаю, что кто-то из вас уже посещал другие мои эфиры, и мои авторские эфиры, и мои разговоры с Димой Шаминковым, Вадиком Демчогом, с Косом Константином Вихрьевым-Смирновым и Лу, которые тоже вращались вокруг вот этой настолько интересной, жгучей и важной для нас всех темы творчества. Да. Интересно спросить любого человека на Земле, ты хочешь быть творцом? Я думаю, что... Ну, вообще вот сейчас я подумал, что, наверное, не все бы ответили утвердительно. Да, хочу, хочу творить, хочу быть художником, артистом, хочу открывать что-то в этой жизни, хочу смотреть на мир любопытством. Наверное, кто-то сказал бы, нет, тяша, чаша сия слишком горька, ноша сия слишком велика, потому что, ну, мы хорошо знаем, что судьба творческих людей нередко сплетена с испытаниями, вызовами, страданиями, невероятными испытаниями, тяжестями и, ну, такими вещами, как безумие. В каком-то смысле безумие и творчество – это две стороны одной монеты. В европейскую традицию эта тема была внесена Чесаро Ламброзо, итальянским психиатром, который выпустил одноименную книгу в начале 20 века. Он, кстати, считается отцом криминалистики. То есть он был одновременно еще и психиатром и психологом, который применял эти знания в этой области. И тема безумия и творчества настолько злободневна и пугающая, что я думаю, что она отваживает многих взрослых людей от искушения творить и раскрывать в себе эти возможности. В то же время в каждом из нас есть ребенок. Вот это светлое, творческое, чистое, открытое, пытливое начало. Недаром Карл Густав Юнг в своих представлениях о самых важнейших сгущениях нашей души, которые он назвал архетипами коллективного, бессознательного, общечеловеческой души. Архетип ребенка представил как важнейший символ творчества, изменения, нового, начала всего и вся. И нередко те сны, когда нам снятся дети или мы дети, или мы играем с детьми, являются в значительной степени предвестниками грядущих изменений в жизни. Поиска, нахождение, решение сложнейших запутанных вопросов в жизни. И на общечеловеческом уровне наша тяга к детям, наше желание родить детей, воспитывать их, быть с ними, общаться с ними тесно, непосредственно, связано также и с тем, что дети ближе к творчеству, чем мы, взрослые. Да, недаром в Евангелии сказано «Будьте как дети, ибо их есть царствие небесное». И это евангельское выражение указывает на связь творчества не только с детской безгрешностью, но и с высшей человеческой целью, с раем, царствием небесным. И, что очень важно, вечной жизнью. То есть это евангельское выражение говорит нам о том, что в каком-то смысле ребенок – это ключ к миру Христа, ключ к творчеству и ключ к вечной жизни. В архетипе младенца, в архетипе дитя очень и очень много, не даром, в современных психологических практиках столь значимую и большую роль играют книги и семинары, сфокусированные на работе с внутренним ребенком, поддержке этого внутреннего ребенка, исцеления от ран и травм этого внутреннего ребенка. Дело в том, что согласно и величайшим открытиям современной психологии, и великим истинам мировых духовных традиций, каждый из нас по самому просто факту рождения в человеческом мире – творец. Мы в этом смысле равны богам. У нас та же самая творческая природа, семя духа, в нас существует бесконечная потенциальность выражать. Бесконечность нашей жизни, бесконечность мира, в котором мы живем. Да, мы творцы. Но большинство из нас живет в человеческой ситуации, в человеческом измерении. Главной характеристикой этого измерения является все-таки ограниченность. Да, мы имеем, как говорил Кастанеда, личную историю. У нас есть имя, дата, место, время рождения, определенные факты биографии. И мы живем своей жизнью. У нас эта жизнь упакована в определенный пространственно-временной сюжет. Но в то же время, и в этом состоит величайшее открытие мировых религий, каждый из нас несет в себе семя бесконечности, нашу истинную природу, сознание Будды или природа Будды, сознание Христа, бесконечного семя Духа в каждом из нас. И мы можем найти, открыть эту свою величайшую сущностную потенциальность и реализовать ее в повседневной человеческой жизни. То есть мы можем через этот творческий путь родиться в вечности, обрести духовное бессмертие, преодолеть человеческие ограничения, в которых мы живем. И в этом смысле творчество является абсолютно необходимым каждым из нас измерением нашего человеческого пути к бессмертию, нашего развития. Эту идею впервые в европейской традиции в начале XX века очень красиво, очень глубоко выразил французский философ Андрей Бергсон. У него есть книжка «Творческая эволюция», за которую, кстати, он получил Нобелевскую премию. Ну, поскольку нет Нобелевских премий по философии, то это Нобелевская премия по литературе. И в видении Бергсона творчество – абсолютно сущностное измерение развития. Только благодаря творчеству мы развиваемся. Творчество является сутью эволюции. Кстати, на эту тему прошлую осенью у нас была ежегодная конференция Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. И выступающие лидеры российской трансперсональной психологии, ну, все вместе мы представили, ну, то, что можно было бы назвать «Творческая эволюция 2.0». То есть, вот как выглядело бы видение, первоначально выраженное Бергсоном в наше время, вот в нашей ситуации современного мира, мегаполиса, интернета, смартфонов, больших скоростей, мировых проблем и обстоятельств, в которых мы сейчас живем, ковид-истерии и вот наступающей атаки на человека в наше время. Получилась очень интересная, объемная картина. Если вам интересно, то посмотрите на запись этой конференции. Итак, мы все творцы по праву рождения. Особенно ярко это проявляется в детях. Но по мере нашего взросления мы все больше и больше степени попадаем в беличье колесо жизни. Помните, как в детстве долго длился каждый день? Я помню, нескончаемо долго, с рассвета и до вечера. И сколько событий каждый день проходило в каждый прожитый день. Сколько было много нового. И по мере взросления оборотной стороной знания, роста, понимания, ответственности становилось то, что дни становились короче и в них становилось все меньше и меньше нового. Потихонечку, незаметно, каждый из нас попадает в беличье колесо жизни. Мы уже знаем, что будет. Мы набрасываем свое восприятие на все, что происходит. Это нам уже знакомо. И вот фундаментальный факт попадания каждого из нас в это беличье колесо жизни и образует современную человеческую ситуацию, клетку жизни, от которой нам так хочется избавиться, когда она нас достает, и мы понимаем, что это такое. И выскочить из этого очень сложно, потому что, ну, как говорил Мираб Константинович Мамардашвили, великий русский философ, всегда уже поздно. Всегда уже поздно искать пути выхода из этого беличьего колеса, потому что любые пути выхода подтверждают только факт существования беличьего колеса. Все, что мы знаем и находим, укладывается в то, что нам уже известно. И другой французский философ Мишель Фуко назвал эту ситуацию антропологическим сном человечества. Индусы говорили о сне Брамы, мир как сон Брамы. Вачовские сняли матрицу, но на ту же идею. Мир – это в каком-то смысле сон, иллюзия, виртуальная реальность, а не вся полнота реальности, возможной для переживания. И вот в этом фрагменте возможного мира большинство людей вращается всю жизнь. И выход из этой ситуации, в общем-то, один. Потому что выйти, выкарабкаться, выползти из беличьего колеса жизни практически невозможно. Колея настолько глубока, скорость вращения, настолько велика, сила кориолесова, прижимающая к нас к ободу колеса и не позволяющая выскочить на него, чудовищно сильна, велика. И с древнейших времен люди поняли, что для того, чтобы выскочить, нам нужен толчок. Нам нужно состояние прыжка, экстаза. Дон Хуан толкал Кастанеда в середину между лапкатками, давая ему толчок для выхода в иное реальность, в иное восприятие мира. С древнейших времен шаманы использовали экстатические практики для того, чтобы выскочить из плена обычного восприятия мира в истинную реальность, в мир духов, в мир, где со всем можно общаться. В обычном мире мы не можем беседовать с деревом, или со скалой, или с озером, или с коровой. В мире духов все имеет свою душу, и душа шамана может общаться, заручать союзы, просить о помощи, использовать ресурсы. Я никогда не забуду, как шаман Баир, бурятский шаман, когда я спросил его, а какой дух в твоем бубне? Он посмотрел на меня и сказал, дух озера Байкал. И представляете, каждый раз, когда он камлает, стуча в бубен, он в каком-то смысле в контакте с мощью на озере Байкал, вот этого ока земли, и использует колоссальные ресурсы этого места, силы. И необычное состояние сознания, экстатическое состояние, известно человечеству с древнейших шаманских времен, неотъемлемая часть творчества и неотъемлемая часть эволюции. Никакими другими способами мы не можем познать мир, в котором мы живем. Почему? Я уже говорю, потому что всегда уже поздно. Все, что мы будем познавать в обычном сознании, в обычной круговерте жизни, в обычной логике, будет только подтверждать то, что мы уже знаем, будучи в этом колесе. Поэтому творчество сокровенным образом связано с необычными состояниями сознания. И, по сути, все новое приходит к нам в форме необычных состояний сознания. В каком-то смысле в форме безумия. Потому что это не норма, это необычное восприятие, это что-то неизвестное. И в каком-то смысле творчество – это всегда врата к этому новому миру, который ненормален, который экстатичен, который необычен, который безумен. Безумен, но именно так всегда происходило, происходит и будет происходить развитие. И индивидуальное, то есть каждого человека, и нас, как людей, нас, как общество, нас, как планеты, нас, как Вселенной. Всегда обновление жизни, мира. И именно поэтому творчество является сокровенным образом связано с эволюцией, с развитием всего и вся во всей Вселенной. Я буду делиться своими знаниями о мире творчества, о творческих людях, о своем собственном творческом опыте. Вот в этом онлайн-курсе, который начнется 1 марта, освободи внутреннего художника, творца, артиста, откройся собственной гениальности, собственным творческим ресурсом. Это есть в каждом из нас. Несмотря на то, что каждый из нас живет в ограниченном материальном измерении, в своем человеческом теле, тело во внешних проявлениях материально, ограничено, каждый из нас имеет бесконечный творческий потенциал, бесконечную творческую душу. И здесь, наверное, основополагающий парадокс любого творца, любого творческого акта. Мы можем выразить вот эту бесконечность, эту жизнь, эту внутреннюю подвижность, динамику, процесс созидания, продукты творчества только через себя. Мы можем выразить, отлить в произведения, нарисовать, спеть, снять фильм, создать спектакль, протанцевать, промычать, что-то написать, что-то сделать, дизайн участка, квартиры, выстроить творческие отношения. Везде творчество, и везде это творчество проходит через нас. Мы – интерфейс, единственный, доступный каждому, интерфейс творческой бесконечности в каждой из нас. И это наводит нас на важнейшее понимание творческого акта. Все, что не выражено нами, через нас, через насу жизнь, через наши творческие произведения, не проявлено. А значит, не воспринимаемо другими людьми. Мы воспринимаем через пять органов чувств, ну и через интуицию, или, как говорят в процессуальной работе моего любимого учителя Арнии Меминделл, через мировой канал. Но основа – это пять органов чувств. И все, что выражено. Например, вы слышите сейчас мою своего рода импровизацию о творчестве, потому что я оглашаю свой опыт в словах, которые вы понимаете. Я интонирую и выражаю, у меня спонтанные жестикуляции, помогающие восприятию, да, они в каком-то смысле усиливают то, что я хочу сделать. Интонации отливаются, возникает определенный рода ритм. Все это спонтанные инструменты каждого человека для того, чтобы выразить себя. Если бы я молчал, как на ретрите по Випассане или в, ну, есть определенные психологические группы, молчание, там собираются на два часа вместе с ведущим, и все молчат, то, наверное, вот те смыслы, которые резонируют в вас благодаря тому, что я все-таки говорю, и внутри меня, вот, моя речь является выражением пространства моей жизни, и есть определенного рода, определенного рода направлений моей речи, да, определенного рода движения, даже я бы сказал, ну, некоторый маршрут, то есть я в своем внутреннем мире гуляю по определенным тропинкам, лифтам, ландшафтам своей жизни, делясь своим опытом, и отчасти это представлено вот в тех ландшафтах, которые вы воспринимаете каждый из вас. Если бы я это не выражал, то, ну, что бы мы восприняли? Ну, вот, да, вот, лицо, обстановку, зеленые диваны, стена сзади Владимира Майкова, но не было бы этих смыслов, не было бы этой ответной реакции, ассоциации, восприятия, спора, встречных, взаимных интуиций. Поэтому, как говорил Поль Элюар, один из замечательных французских поэтов, молчальники врут. Говори. Я просто взбешен от того, что слова мои лгут, заблуждение рождая, моя дорогая. Да, все, что мы выражаем, ограничено. Происходит через ограниченные возможности, скульптура ограничена, поэма состоит из конкретных слов, музыка из нот. Но источник этих произведений наша бесконечность, наша жизнь, наши внутренние ландшафты. И несмотря на то, что форма конечного произведения каждого из нас ограничена, конечна, состоит из элементов, которые можно разобрать и рассыпать, в совокупности они выражают наш дух. Об этом великолепно говорил Джуанзи. Помните, ловушка нужна для ловли зайцев. Зайцев, поймавши зайца, забывает про ловушку. Слова нужны для выражения мысли. Поймавши мысль, забывает про слова. Где бы мне найти забывшего про слова человека, чтобы поговорить с ним ни о чем? Все всегда понимали ограниченность нашего выражения в конкретном материальном мире, в проявлении, через тело, через любые произведения, которые создаются с помощью этого тела. Но поскольку у каждого из нас есть этот опыт и контакт своим собственным духом с творческим началом, то выражая через «немогу» в ограниченных формах свою жизнь, каждый из нас вступает через произведение искусства, через акт выражения с бесконечным внутренним миром выражающегося человека. Потому что, помните, где бы мне поговорить забывшего про слова человека, чтобы найти, чтобы поговорить с ним ни о чем? Да, вот мы говорим ни о чем. Вроде бы. Это все разбирается, это все бессмысленно, но мы наполняемся смыслом, потому что произведение искусства, возьмем классические произведения, роман, стихотворение, рок-опера, картина, балет, кинофильм, спектакль, танец и так далее. Это является выражением бесконечного мира художника. И когда мы вступаем в контакт с произведением искусства, слушаем Димаша Кудайбергена или Фреда Мэккера, я не знаю, у каждого свои предпочтения в мире вокала, или смотрим спектакль своего любимого актера или режиссера Гамлет, Демчога и его замечательного театра, то мы через внешние формы вступаем в контакт с миром, с внутренним ландшафтом, с пространством Творца и сотворим, сосозидаем, освобождаем от конечности выраженной и проникаем в бесконечный мир. И вспомните, в этот момент нам хорошо. И очень часто у нас возникает переживание, которое мы можем выразить словами «Боже мой, невероятно, я влюблен в это, как красиво!» Красота в глаза смотрящего, помните? То есть мы, вступая в контакт с произведением искусства, через материальное ограниченно выраженное произведение, вступаем в контакт с бесконечным сознанием Творца, с пространством, из которого создано это произведение, с миром художника. Мы с помощью художника постигаем другие миры жизни, вселенные человеческих душ. И, наверное, именно поэтому творчество с древнейших времен, творчество человеческому, известному нам 50 тысяч лет, вот столько насчитывают первые известные нам произведения искусства, пещерная живопись, или те древние предметы и статуэтки, которые обнаружены при раскопках стоянок древних людей. Творчество – это то, с помощью чего мы странствуем по душам. Мы путешествуем, мы живем другими жизнями благодаря творчеству. То есть искусство в широком смысле – это навигационный инструмент, это многочисленные средства передвижения по многочисленным мирам для того, чтобы расти, для того, чтобы развиваться. И именно поэтому искусство является самой древней, и, наверное, самой высшей эволюционной практикой человечества. И в этом смысле, я в этом убежден, искусство превосходит все другие инструменты развития, даже любые современные психологические практики. И для кого-то это может звучать кощунственно – духовной практики. Искусство – самый доступный всем, начиная с самого раннего возраста, инструмент нашей эволюции. Как индивидуальной, персональной эволюции, так и общечеловеческой эволюции. Почему? Ну, я уже говорил о том, как мы воспринимаем мир. Помните, «Беличье колесо восприятия», как оно работает? Мы и мир вместе рожденны. Мы воспринимаем мир как? Через себя, через свою жизнь, через собственные опыты. Если у меня представление о том, что это возможно только так или так, то я в мире буду видеть только черное и белое в каком-то разрезе. Если у меня существует 50 оттенков скорби, любви, радости, то я и в людях, и в жизни буду видеть намного более дифференцированно. По сравнению, если у меня есть только два оттенка восприятия на каких-то важных элементов жизни. А если у меня есть миллион оттенков, миллиард оттенков, то мое восприятие мира намного более тонкое. И важнейшей практикой, которая помогает утончать, развивать и дифференцировать наше восприятие в реальной жизни, как раз и является искусство. Потому что искусство – это есть естественное сгущение и выражение человеческой жизни. Вот самой ткани нашей жизни, органики жизни. Наука выражает объективный аспект жизни в абстрактных законах. Религии, духовные практики выражают духовные аспекты жизни. А искусство выражает всю полноту жизни. Всю, абсолютно всю. В сгущенной форме так, что мы не можем промахнуться. Поэтому любые виды искусства – это концентрация жизни. Помните, Булгаков иронически писал о том, что осетрины бывают только первой свежести. И, естественно, крепкие напитки, потому и крепкие, что они не разбавлены, не разведены до состояния водички. Поэтому произведение искусства – это концентрация жизни. И именно поэтому искусство помогает нам постигать жизнь, странствовать по душу, расширять наше восприятие. И здесь я обращаю ваше внимание на то, что вот это вот расширение восприятия, многообразие оттенков одним словом описывается как красота. То есть, когда мы говорим «красиво», это и означает, что мы видим объемно, полно, с разных сторон, во многих аспектах, не ограничено, не как черное и белое, а это живое, это настоящее, и поэтому это красиво. Красота – это не математическое уравнение, не гармония. Красота – это то, что есть. Красота всегда – это красота реальности в форме, особой форме произведений, искусства. Недаром Фёдор Михайлович Достоевский говорил «красота спасёт мир». Что имел в виду Достоевский? Ну, прежде всего то, что, конечно же, красота в глазах смотрящего, то есть, искусство является инструментом эволюции, путём развития каждого из нас, повозкой, с помощью которого мы странствуем, по опыту общечеловеческому, по жизням других людей. И в то же время он акцентировал внимание на том, что развитие всегда связано с контактом с бесконечностью. Бесконечность, то есть наша истинная природа, которая называется Богом, Духом, Высшим, и есть истинный источник и, ну, можно сказать, математический символ красоты. И в моём курсе о том, как освободить своего художника, творца, артиста, то есть артист-выразитель, вы помните, да, художник тот, кто изображает, и творец тот, кто творит, творец-созидатель. Это взаимодополняющие, но разные аспекты творчества, творческого акта, творца с большой буквы в каждом из нас. Я подробно останавливаюсь, курс состоит из 12 тем, по каждой теме моё большая беседа. Я не называю их лекциями, это беседы. Я в каждой беседе как бы гуляю по определённым местам большого мира творчества и рассказываю об этом месте. И я даю историю творчества на планете Земля и рассказываю о том, как раскрывали люди свои возможности, творческие способности с древнейших времён до нашего времени, и как, возможно, они будут делать это в будущем. Я детально объясняю смысл выражения «красота спасёт мир» Достоевского, о том, что такое личностное творчество и как оно неразрывно связано с персональным развитием. Законы, помощники, катализаторы персонального развития. Я в третьей беседе «Странствия по душам искусства как эволюционная практика» детально разбираю наше взаимное развитие и взаимное творчество и нашу взаимную помощь в ускоренном развитии. И первоочередной роли творчества в взаимной эволюции. Творчество для каждого из нас. И другой важнейшей темой является работа вот с теми врагами, которые есть у каждого из нас, препятствующие освобождению внутреннего творца. И, конечно же, первым препятствием к творчеству является то, что мы не верим в то, что мы гениальны. Мы не знаем гения в себе, мы забыли свое детство, своего творческого ребенка. И мы думаем, что гений – это вот где-то там, это вот лауреаты премии «Оскар», вот эти талантливые режиссеры, художники, писатели, певцы. У меня нет таланта, я обычный человек. Нет. Каждый из нас гениален. В любое время, в любом возрасте мы можем начать освобождаться от неведения, незнания и от тех пут, в котором мы все живем. Каждый из нас может раскрыть своего внутреннего художника, творца, выразителя, артиста. Каждый. И жизнь каждого из нас может стать непрестанным потоком творчества. И вы знаете, я в этом абсолютно убежден. Вот те вызовы, те глобальные проблемы, которые вот сейчас окружают нас со всех сторон и ставят под угрозу саму жизнь и будущее человечества, не оставляет нам никакого другого выхода, нежели раскрыть все свои возможности. Иначе мы пропадем. У нас нет другого выхода, как стать творцами и уже жить на всю катушку по максимуму. Только так, как люди, мы сможем спастись, освободиться и продолжить нашу эволюцию, нашу жизнь в этой вселенной. Поэтому творчество – это наше общее будущее. И даже если сейчас по каким-то, ну вот я просто фантазирую табелям о ранках великих творцов на планете Земля, а живут, ну, несколько тысяч или, может быть, может быть, даже сотен тысяч творцов, ну, по максимуму, люди, которые вот известны всем как творцы, то я абсолютно убежден в том, что в ответ на запрос времени, который я слышу, который каждый из нас слышит, и каждый из нас, ну, просто обязан раскрыть своего творца. И представляете, что за мир будет через пять, через десять лет, когда не десятки тысяч, а когда десятки миллионов, а может быть, сотни миллионов людей раскроют свои способности и будут творить каждый день. Каждый день будут возникать совершенные произведения в материальных формах. Более того, каждый миг общения, каждая встреча друг с другом, проведенная самим собой, будет наполнена духом творчества, будет сплошной импровизацией, танцем жизни. Насколько изменится наш привычный мир? Если сто миллионов людей на планете Земля, а еще через десять лет все жители Земли каждый день будут создавать великие произведения искусства. Мир будет наполнен красотой, безусловно. Мир будет интерфейсом нашего творческого духа, индивидуального, коллективного. Сколько инноваций, сколько великих открытий, сколько преобразований будет в жизни каждого из нас. Насколько ускорится наша индивидуальная, коллективная эволюция, наше взаимное странствие по душам всех людей. И какие-то привычные представления, наверное, изменятся. Ну, скажем, представления о музеях, о выделенных местах, являющихся концентрацией жизни, такие как театр, спектакль, кино. Да, если каждый человек снимает такое кино. Если каждый из нас сочиняет стихи и исполняет на различных музыкальных инструментах вместе, как ансамбль, импровизирует то, что раньше, в прежние эпохи, считалось великим произведением искусства. Ох, интересный будет мир. Очень скоро у каждого из нас. И я призываю всех, ну, немножко потрудиться, освободить своих внутренних художников, творцов, писателей, музыкантов, танцоров для того, чтобы, во-первых, этот мир наступил чуть-чуть пораньше. Да, мне хочется дожить до этого времени, как и всем. Для того, чтобы всем нам было радостнее. Да, чтобы мы жили все на всю катушку. Для того, чтобы каждый миг общения был наполнен вот таким живым, творческим, радостным духом. Абсолютно все в нашей жизни было творчеством, творческим актом. Жизнь стала творчеством. И вот в моем курсе я посильно делюсь тем, что узнал я сам. То, что оформилось на понятном человеческом языке вот в такие ландшафты мира творчества, указывающие каждому из нас пути к жизни как творчестве. Это один из, кстати, вариантов названия этого курса «Жизнь как творчество». У меня было много вариантов названия. И, конечно же, на протяжении 12 бесед этого курса я буду вести вас последовательно по всем важнейшим ступеням творческого пути. И я говорил уже о том, что у каждого из нас есть преграды к творчеству. Первое – это незнание того, что мы все творцы. Второе – это, конечно, наша человеческая ситуация, те преграды, которые есть у каждого из нас. Препятствия, ограничения, груз прошлого, проблемы, неврозы. Все эти гири на наших ногах. И, конечно же, для того, чтобы раскрыть свои творческие возможности, нам нужно поработать, очиститься, исправиться, исцелиться, набрать энергию, очистить алгиевые конюшни бессознательного. И есть много замечательных практик, и древних, и современных, которые помогают нам пройти этот путь быстрее. Ну, практика холотропного дыхания, шаманские практики. Мой курс о сам себе психотерапевта, 12 древних практиках заботы о душе, которые значительно помогают разобраться с напряжениями, ограничениями, проблемами, травмами. И сделать это гораздо быстрее и самостоятельно. Ну, и помощь многих моих замечательных коллег, трансперсональных психологов, психотерапевтов из интегральной школы, из процессориентированной школы, из классической колотропной школы, и из некоторых школ классической психотерапии. Словом, каждый может найти себе те инструменты, которые у него работают лучше всего. Но дальше у каждого из нас есть решающая свадка с тремя главными врагами творчества, с тремя страхами, которые нам нужно преодолеть. Это страх смерти, и творчество – это всегда преодоление смерти. Это особая и важная тема одной из бесед в моем курсе. Это преодоление обыденности, знакомости. Нам страшно отправиться в новое путешествие. Нам страшно быть не как все. И третий враг творца – это безумие. И только глубокий опыт знакомства с историей безумия, со словарем безумия, с измененными состояниями сознания, протаптывание коммуникативных троп в безумие и обратно, освоение этого опыта безумия, так что мы можем позволить себе сойти с ума, свободно возвращаясь в нормальное сознание, пребывая и свободно гуляя по измененным состояниям сознания, не теряя контакта с нормальным миром обычных людей, и всегда, будучи в состоянии, адекватно реагировать на обычный нормальный мир. И, наконец, когда мы постигнем эти темы, это значительная часть курса «Измененное состояние сознания и безумие творчества», мы можем перейти дальше, к постижению вот этого котла в каждом из нас, в котором бурлит творческая энергия, смыслов, языка, ощущений, интуиции, эмоций, вот этот творческий котел или внутренние ландшафты, внутренней вселенной, по которой мы гуляем, танцуем, бегаем, летаем, и из которого и возникает выражение через наше тело, через наши органы чувства, через голос, дыхание, звук и так далее. То есть мы с вами погрузимся в алхимию творческого акта, которое я, используя традиционный язык, называю магическим театром сознания. Ну и, наконец, десятая тема посвящена самой сути творческого акта – импровизации. Импровизация – это суть творчества. И мы с вами погуляем по этому миру. Творение из ничего. Помните? Вдохновение. Мы вдохнули и навеяли. Вдохнули, выдохнули. Вот удивительная динамика, топология творческого акта. Микро- и макро-структура. Всевозможного рода важнейшие процессы. Я бы сказал, даже дау-творчество. Вот что такое импровизация. Ну и я также в одиннадцатой и двенадцатой беседе сконцентрируюсь на театре и на кино как важнейших каналов творчества, пространств творчества, которые я очень люблю, которые мне знакомы. Они наиболее концентрированы и такие объемные, включают в себя больше всего из различных творческих искусств. И по большому счету, конечно, нужно было бы поговорить и о танце, как инструменте эволюции, и о пении, о музыкальных инструментах, и о запахах и так далее. И о высокой кухне. Это все, что относится к нашим разным органам чувств. Это наши окна и двери в большой мир. Это наша связь с большим миром. И все это может быть инструментом эволюции, связано с определенными аспектами нашего человеческого выражения. Вот примерно о чем мы будем говорить, что мы будем исследовать, каждый из нас. И кроме моих базовых лекций, каждый курс шестинедельный, и каждую неделю будет две лекции. В начале недели и в середине недели. После каждой лекции вы получаете домашние задания, упражнения, темы для самостоятельного работы и изучения. То есть рекомендованные тексты, книги и рекомендованные фильмы, которые еще в каких-то аспектах представляют тему беседы. Ну и также в этом курсе есть, кроме меня, 12 творцов или сотворцов этого курса. Это мои беседы, как правило, мои беседы с великими творцами, музыкантами, артистами, художниками. А вот мы говорим ни о чем, и это еще важные врата к творчеству. И другими словами, на других языках, другими образами вы также постигаете этот мир. И вдохновляетесь, и пробуждаетесь, и реагируете, и спорите, и поддерживаете, и развиваете. И все это важно для того, чтобы разжечь огонь в вашем собственном лохимическом котле творчества. Вот как будет происходить наш курс. Ну вот в шапке моей странички в Инстаграме есть ссылочка на мой главный сайт homorealitas.ru, где все мои учебные онлайн-курсы. И вот четвертый онлайн-курс как раз тот, о котором я сейчас вам кратко рассказал. Как раскрыть в себе художника, артиста, музыканта, творца. Освободить из клетки внутреннего гения. Гений в каждом из нас, да, артист в каждом из нас. Да, я убежден, что это случится и очень скоро. И стараясь сделать то, что могу, то, что мне известно. И то, что я в состоянии выразить. Я буду очень рад, если и эта беседа, и если вы пойдете на курс, поможет вам. Это моя главная мечта.